Привет! Вот такая вот оригинальная заводская упаковочка. И что самое приятное у этого группсета, доставка будет из России. Ссылку на Озоновский магазин, который прислал эти вещи на обзор, я оставлю в описании. Это 9-скоростная трансмиссия в Санцах MX9. Есть другая модель MX9A. Она шимано-совместимая. Это значит, что у MX9A будет передаточное отношение реализовано так же, как у 9-скоростных трансмиссий Шимана. И это не очень хорошо для точности в условиях, когда у нас есть перегибы тросиков. Либо оцинкованный тросик ваш заржавел внутрь рубашки. В общем, в таких условиях будет лучше справляться с рем-совместимой трансмиссией. Вот как раз как вот этот MX9. То есть, если ваша задача взять переключатель, который сможет работать с кассетой, допустим, не 11-36, а 11-40, то вот эта штучка как раз подойдет. Он идет емкостью до... точнее, не емкостью, а на максимальная кассета, на которую он способен забросить. То есть, максимальная звезда, это 40 зубьев. Достигается сие за счет смещения оси ролика относительно оси непосредственно самой лапки. И рассчитан он будет на работу. То есть, вот такие вот реализации, когда ролик смещена относительно оси вращения самой лапки. Эти реализации рассчитаны на работу преимущественно с одной звездой спереди. Ну, можно две, но лучше одна. То есть, конкретно этот заявлен как 1 на 9. Реализация данного узла такая же, как и у SRAM. То есть, тросик здесь не будет заламываться, перетираться. Как, допустим, есть недостаточек такой у новых последних 8100-7100 шамановских переклюков. То есть, здесь этого недостатка нет. Конструкция, в принципе, почти вся выполнена из пластика. То есть, это пластик, пластик, пластик. И вот здесь вот стальная, но достаточно жесткая деталь. То есть, у Sonsah 9-скоростные трансмиссии считаются прям, ну, бюджетными. Ну, допустим, как SRAM делает SX, свой отвратительный, который умирает моментально. Вот здесь сделано то же самое, только для 9-скоростной трансмиссии. Но, в отличие от 12-скоростной, допустим, SRAM сделали бюджетный SX для 12-скоростей. Из-за появляющихся люфтов вся эта история там перестает очень быстро работать из-за грязи и так далее. Здесь у нас всего 9 передач. Расстояние между соседними звездами в кассетах будет довольно большое. И точности именно вот в версии MX9, не A, а именно MX9, точности будет хватать для того, чтобы это все дело уверенно на большой сковородочке. Ну, как на большой, на средней сковородочке, да, до 40 зубов могло четко работать. К недостаткам, то есть, то, что здесь пластиковый корпус, это нельзя считать недостатком. Это, скорее, у нас выигрыш в весе. К недостаткам можно отнести только с овнутой при транспортировке трос. Причем это вот из коробочки. И является исключительно следствием той упаковки, которую производитель использовал. Напомню, что комплектацию эту можно приобрести с доставкой из России. То есть, это не китайский магазин будет, это российский магазин. И они в наличии в России. То есть, доставка будет быстрая. Если вы там срочно решили организовать тюнинг своему велосипеду, то вот, пожалуйста, 148 и 264, кстати. Но не сильно тяжелый. Здесь нет никакой муфты обгонной дополнительной. То есть, при использовании передней звезды с переменной шириной зубьев на Руайт, при спокойном катании хватать... Ну, пружина хорошая. Хватать этого должно для, скажем так, предотвращения слетания цепи с передней звезды. Но вот если вы, будь друг, решите использовать выборка сделана... Я такие же выборки напильником делал, когда с рэм сгибался. То есть, когда у меня параллограмм перекручивал узлом, она упиралась здесь. Я вот такие же выборки делал напильником. Прикольно. На заклепочку все собрано. Ну, в общем, считаю, что трансмиссия вполне себе годится как апгрейд. При переходе там 3 на 9 вы хотите поставить одну звезду спереди, то вот такое. Для трейлового катания, ну, надо будет помимо звезды с переменной шириной зубьев спереди поставить еще и успокоитель какую-нибудь направляющую. А так, для прогулочного, фитнеса, кросс-кантри и прочего, очень даже хорошее решение, чтобы убрать передние звездочки спереди и лишнюю монетку, которая у нас там слева стоит переднего переключателя, да, убрать тоже. То есть, сэкономив тем самым немножко пространство на руле для красоты и вес тоже немножечко в большинстве случаев удастся сэкономить. Ролики на простых направляющих. Используются здесь такие же, как в недорогих Shimano, но в отличие от, допустим, от дешевых SRAM-овских переклюков, эти ролики хотя бы являются съемными и при желании их можно будет заменить на какие-нибудь ролики с промышленными подшипниками. Ну, решение здесь точно такое же, как у Shimano. Стальная вставочка. И стальная направляющая. Все это смазано смазкой. Соответственно, люфт, да, люфт этот тоже есть. Он нужен для того, чтобы компенсировать какие-то косяки, перекосы в работе трансмиссии. Его можно убрать, этот люфт, за счет стачивания вот этой вот средней вот вставки. Ее по толщине немножко стачиваешь аккуратно на наждачке, вращая ее обязательно. И получается убрать вот этот люфт. Ну, либо просто заменить ролик на ролик на промподшипниках. Кстати говоря, судя по лапке, сюда влезет, спокойно влезет ролик большего диаметра, что в теории чуть-чуть повыше сделает КПД. Советы использовать ролики также пластиковые, они меньше шумят. Служат они ничуть не меньше, чем алюминиевые. Обзорчик на ролике тоже был. Ссылку повторюсь, что на этот магазин, который торгует со складов России, я оставлю в описании. Пока.